Вы пытаетесь, грубо говоря, ставить сюда, к себе, не, ну, скажем так, не свой, частично не свой контент. И это все, в буквальном смысле слова, разрушает вашу картину мира, потому что здесь оптимизация происходит за счет различных факторов. И нарушение правил, там правил, чтобы вы понимали, там, ну, они каждый раз меняются. То, что работает сегодня, завтра может не работать. И из-за этого вы можете получить страйк, ну, предупреждение на ровном месте. Например, чтобы вам было понятно, как это у меня было с Яндексом. У меня был большой ресурс. На этом ресурсе была очень хорошая, хорошая статья от доктора Крамаровского. Статью написал большую, там, на тысяч двадцать символов. Она была о том, как правильно подготовить ребенку аптечку на море. Вы понимаете, что я не мог пересказать эту статью, потому что, ну, пересказывать слова врача – это так себе занятие. И она была хорошо сделана, хорошо сформатирована, да. И у нас, в принципе, был ресурс с таким полезным и интересным контентом. И на нем было много посетителей. А потом, в один прекрасный день, на нашем ресурсе, вместо пятидесяти тысяч посетителей в день, стало пять. В десять раз упала посещаемость. Когда мы начали разбираться, оказывается, что Яндекс поменял правила и написал, что мы стараемся не показывать в результатах выдачи сайты, которые используют не уникальный контент. Все. То есть, в принципе, да, все накрывается медным тазом. То же самое и здесь. Если вы пытаетесь вылезть и выскочить за счет чужого контента и пока вас не заметили, то это вопрос времени. Поэтому, если вы хотите оптимизировать свой канал и сделать его грамотно, хорошо, с самого начала начните его чистки. А если вы когда-то пытались его накрутить, если вы когда-то пытались его, как это называется, улучшить немножко визуально и повелись на различные увещевания гуру о том, что подписчики – это важно, первые часы с размещением ролика – это важно, то я рекомендую вам начать все сначала, с чистого листа. Приходите к нам в бесплатную школу видеоблогеров, приходите к нам в клуб и начинайте. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я думаю, что оно было вам полезно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok